Всем привет. Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для рыбака с Алиэкспресс. А теперь поехали. Рыбалка на толстолобика не похожа, своей технологией налов привычных и более распространенных рыб семейства карповых, на наших водоемах. Но видимо этой неординарностью в последнее время, она и приманивает в свои ряды, все большее число рыболовов-любителей. Возможность ощутить борьбу с реально сильным соперником, а тем более заставить клюнуть, эту осторожную рыбу на одну из разновидностей монтажа, для рыбалки на толстолобика, вожделенная мечта каждого знакомого, с этим силачом рыболова. Да и завораживающие своей определенной загадочностью, конструкции оснастки для ловли толстолобика добавляют в охоту, за этой рыбой еще больше интриги. Кроме представленных выше интересных фактов, касающихся технологии ловли к данной информации, можно с уверенностью добавить, и не совсем обычное поведение рыбы и ее пищевые предпочтения. Успех ведения добычи трофея во многом зависит, от знания рыболовом повадок этого вегетарианца. Ведь чтобы сделать эффективную прикормку на толстолоба своими руками, подобрать самую верную в момент лова приманку, и установить в нужном месте монтаж, надо досконально владеть знаниями в области его питания, и предпочтениях в выборе суточных путей миграции. Не последнее место отводится, и к подбору снасти для ведения ловли, и особенно проблема выбора разницы от сезона года, а сама комплектация даже уже определенного подлов оборудования, имеет свои узкие особенности, значительно отличающиеся от сбора классического карпового оснащения. И заинтересовала рыболова, своей интригой добычи этого, пока еще не сильно распространенного, в активах у большинства любителей рыбалки трофея, то дальнейшее ее содержание раскроет кое-какие секреты, которые будут необходимы при ловле толстолобика. Ловля толстолоба во многом сложна из-за особенностей его поведения. Как и большинство видов карповых рыб, этот ее представитель является теплолюбивой особью, проявляющей свою активность при температуре воды, не ниже чем 20 градусов. Поэтому и клевать толстолобик начинает, не раньше конца мая, когда водоемы уже устойчиво выходят на температуры близкие к оптимальным, для полноценного питания, и комфортного существования рыбы. Важнейшей особенностью поведения, является способ питания рыбы, который происходит сугубо в толще воды, или на поверхности водоема. Сама же рыба, является сугубо вегетарианским видом и если в ее рацион, и сможет войти хоть какая-то животная составляющая, то это будет мотыль, случайно попавший в рацион. Ротовой аппарат построен по образу китовой пасти, захватывающей корм по направлению снизу вверх, фильтруя воду, и собирая мельчайшие частицы растительного планктона которыми, особи и питаются. Следовательно подача приманки в придонные слои, не принесет абсолютно никакого результата, даже в громадной стае этой рыбы, и будет проигнорирована ввиду банальной невозможности ее заглотить. Данный вид достаточно прожорлив, и не сильно разборчив в выборе растительного питания, чем зачастую пользуются держатели прудов, для очистки своих водоемов, от надоедливой летней водной растительности. Запущенная в такой стоячий прудик, стайка этих вегетарианцев с удовольствием выкосит водоросли, набивая ими свое брюхо, и при этом интенсивно набирая килограммы деликатесного, и высокого по своим кулинарным качествам мяса. По большей мере это житель неглубоких стоячих водоемов, с интенсивной водной растительностью. В тех местах, где с началом теплой поры водоемы, начинают покрываться густым ковром водной растительности, рязки, элодеи и роголисника, а также бурно цветут сине-зеленые водоросли, большинство рыб начинают чувствовать себя не совсем комфортно, но только не наш герой. Как раз то наоборот, любит толстолобик насыщенную водорослью акваторию, и с удовольствием держится в местах, где ощущается ее самая высокая концентрация. Обычно рыба занимает, хорошо прогретые от мели с уровнем воды, от 1 до 5 метров, где и происходит ее питание. Береговая линия, отсеченная стеной камыша или рогоза, только добавляет перспективности месту обитания, делая его для стайки еще безопаснее и укромней. Привлекает особи наличие мелкого течения, где вода сама приносит не только новые порции планктона, но и более богата кислородом. Следовательно, притоки на слабо текущих реках и впадающие в пруды ручьи входят в ранг, пригодных для лова точек. Особыми местами водоемов являются подводные косы с чистым дном, куда рыба любит по плавным откосам, подходить с глубин, отыскивая пятна питательной мути и греться в теплых водах при прохладных утренниках и затяжных периодах плохой погоды. Вегетарианский образ жизни диктует рыболову и направление подбора приманок для эффективной и успешной ловли с широкого ряда растительных насадок. Наживка на толстолобика, невзирая на его габариты, не является массивной и по большей мере состоит из пары, тройки экземпляров подобранного для лова элемента. Хорошей приманкой для толстолобика будет и горох, который применяют не только в консервированном, но и в сыром, так называемом молочном виде. Молочный горох вылучивают из зеленого стручка, монтируя на крючок по аналоге приведенной, выше техники монтажа кукурузного зерна. Овощное ассорти приманок, из кусочков мелко нарезанного картофеля, огурца, моркови и капустного листа показывают неплохие результаты, как по использованию в отдельных вариантах, так и в микшировании насадок. Экзотической, но действенной приманкой, является нарезанный кубиками белый гриб, приманивающий запахом на точку лова рыбу. Кроме овощей насадками могут стать и ягоды и фрукты. Предпочтение здесь отдается резаному сладкому яблоку, груши, малине, клубники и вишни с выдавленной косточкой. Шарики из маны и пшенной крупы, а также хлебные катыши сгодятся на то, чтобы не менее удачливо ловить толстолобика на удочку. Непосредственно на месте охоты можно раздобыть, такую перспективную насадку, как молодой побег тростника или камышовой поросли. На сладкую ошкуренную от кожуры сердцевину, ловят в моменты начала бурного роста этого растения. Без прикормки лов гиганта, будет изначально обречен на неудачу. Прикормка для толстолобика в технике ловли, является обязательным элементом. Прикормку можно достаточно просто приготовить, в домашних условиях из широко распространенных ингредиентов. Основой привады на толстолобика является пшенная крупа, из которой варят кашу, и заправляют нужными для аромата элементами. В настоявшуюся после варки кашу, добавляют мелкомолотые панировочные сухари, сухое молоко и макуху. Тщательно перемешанная смесь после полного остывания, будет готова к применению. Для прикормки потребуется приобрести 3 кг пшена, 1 стакан макухи, 1 кг панировочных сухарей и 250 г сухого молока. По желанию можно самодельный прикорм подзарядить, магазинным универсальным прикормочным составом, с любым фруктовым ароматом. Еще одним простым и действенным вариантом, является прикорм на основе вареного и толченого гороха, к которому добавляют манную крупу, а перемешанную смесь заряжают свежим натуральным медом. Для состава используют 2 кг гороха, 3 кг манной крупы и около 100 г меда. Для осуществления охоты рыболовы, приспособили несколько основных методик ловли, к которым относится специализированная поплавочная снасть на толстолобика, модернизированное донное оснащение под специфику лова, а также один из прогрессивнейших методов, так называемая в рыболовной среде снасть убийцы толстолобика, позволяющая продуктивно добывать трофей. Основой всех этих методов, является комплектация оснащения на мощном удилище, позволяющем выдерживать высокие нагрузки от вываживания, сильно сопротивляющейся габаритной рыбы. Ловить толстолобика с высокой степенью эффективности позволяет, сконструированная рыболовами снасть для добычи рыбы, в поверхностных слоях водоема. Недаром прозванная убийцей снасть высокодобычлива, ввиду подстройки оснащения с подачей приманки по принципу естественно, кормление нашего вегетарианца, который приступая к поглощению ароматной и высококалорийной мути, заглатывает при этом занятии, и поданные с деликатесом крюча, не подозревая о какой-либо опасности. Данным оснащением можно ловить толстолобика осенью, и летом с одинаковым успехом. Конструкция подается в зону ловли, матчевым удилищем с тестом, не менее 70 грамм с мягким строем. Удочка комплектуется карповой катушкой, с высоким тяговым усилием и вместительной шпулей, с обязательным наличием байтранера. Сам же монтаж представляет из себя конструктив, включающий в свой состав массивный поплавок порядка 50 грамм, вместительную кормушку с нейтральной плавучестью и скользящий груз, выступающий в роли якоря. Собирают монтаж на монофильной прозрачной леске диаметром, не менее 0,3 мм. Принцип работы убийцы, основан на подаче кормушки в горизонт воды, 2535 см от поверхности. Кормушки вяжутся несколько поводков с крючями, 810 номера, на которые ставят наживку. Кормушка с крючками уравновешивается в толще воды поплавком, который также является и прямым сигнализатором поклевки, и скользящим грузилом, которое ложится на дно. С заряженной прикормкой кормушки, постоянно выходит мутное пятно, на которое собираются рыбы, и начинают активно фильтровать воду, всасывая с пылью и оснащенной наживкой крючки. Клюет толстолобик, активно утаскивая массивный поплавок в сторону. Именно это перемещение поплавка, и служит сигналом подсечки для наблюдающего за монтажом рыболова. Ловля толстолобика на поплавок, возможно с применением специального монтажа, для одновременного крепления капсулы технопланктона и крючев с насадками. Монтаж состоит из конусного пенопластового поплавка массой, от 50 грамм, под которым делают огрузку свинцовой оливкой, а вслед за ней, в промежутке используя демпфер любого типа, крепят тримпель, служащий основой монтажа. В стержневой основе крепят капсулу с технопланктоном, а боковые колечки служат для монтажа поводков с крючьями, которые делают в различных друг от друга размерах. На основной леске ставятся скользящие грузила, которые будет удерживать монтаж в нужном, после заброса месте. Глубину погружения регулируют установкой стопоров. Удилища для ловли толстолобика подбирают с высоким тестом, и желательно в штекерном варианте с безинерционной катушкой, способной облегчить рыболову вываживание. За основной шнур берут монфильную леску, в 0,25-0,45 мм. В обязательном порядке под установку удилища используют подставку, так как ожидание поклевки может длиться часами. Поймать толстолобика на удочку сложнее ввиду короткого заброса, а как известно, рыба очень пуглива, и это является основным недостатком снасти. К преимуществам можно отнести мобильность ловли, и возможность вести рыбалку как с берега, так и с лодки. На поплавок начинают ловить с конца мая, и заканчивают в сентябре. Донная снасть для ловли толстолоба в некотором роде, схожа с монтажом на поплавочной удочке, только расположение пылящей капсулы в рабочем состоянии, делают горизонтально, на дне. К тому же есть различия в длине поводков, которые должны подняться в слои, в которых рыбе комфортно питаться. Ловля толстолобика на фидер ведется на монофильные лесы, от 0,3 мм в диаметре, с применением безинерционных катушек, позаимствованных из карпфишинга, смонтированных на мощных фидерных удилищах, длиной в 4 метра. Монтаж собирается в последовательности, ставя первым грузило, за которым монтируют тримпель с поводками и питательной камерой. Материалом поводков лучше принимать флюорокарбон, который с жесткими в отличие от монофилопараметрами, не так путается при забросах. Поводки для всплытия крючев с насадкой, в нужный для облова горизонт воды оснащают миниатюрными пенопластовыми поплавочками. К преимуществам способа относят дальность заброса, и возможность оснащения удилища сигнализатором поклевки. Существенным недостатком, является высокая вероятность спутывания монтажа при забросах, особенно если лов ведется на больших глубинах, начиная от 3 метров. Ловить эту теплолюбивую рыбу, начинают с середины мая, после стабилизации температуры воды в пределах 18 градусов. Ранней весной после таяния льда стаи вегетарианцы, неактивные все еще стоят на глубинах, на местах своей зимовки. Ловля толстолобика летом особенно перспективна. В июне наблюдаются, ярко заметные всплески жора с подходом рыбы, на отмеле в поисках молодой поросли сладкого камыша и рогоза. В последующие летние месяцы клев становится стабильным, в течение всего светового дня, но особенно хорошие результаты дает облов, с 4 до 9 утра, когда в уловах возможны самые осторожные, и особо крупные особи. Ловля толстолобика осенью не отличается регулярностью клева. С похолоданием воды рыба отходит, на более глубокие участки водоема, и выходит на питание циклично, и лучше всего в солнечные и теплые деньки, наступающие после неблагоприятной погоды. В такие моменты стаи рыб рыболовы, караулят на отмелях, во второй половине дня, когда вода становится более прогретой. Последние полевки, и поимку трофея, можно изредка иметь в первой декаде ноября, и то удается заполучить экземпляры, не отличающиеся особыми габаритами. Ловля толстолобика зимой полностью бесперспективна. При снижении температуры воды ниже 10 градусов, рыба сходит в зимовальные ямы и цепенеет, полностью переставая питаться. Если видео было полезным ставь лайк, и делись с друзьями.